Привет, друзья! Школа – это место, которое запомнится вам на всю жизнь. Кому-то с хорошей стороны, кому-то с не очень. Чтобы по максимуму получить удовольствие от школьных лет и не превратить их в настоящий ад, мы расскажем вам о восьми вещах, которые ни в коем случае нельзя делать в школе. А пока вы смотрите видео, подумайте над такой загадкой. Самолет летит через Атлантический океан из Европы в Америку. Весь путь у него занимает 12 часов. На обратном пути самолет пролетит это же расстояние на полтора часа меньше. Почему так происходит? Ответ вы узнаете позже. А пока пишите свой вариант в комментариях. А чтобы первым узнавать о наших новых видео, подпишись на канал и нажми колокольчик. Кока-кола очень полезна. Особенно если вы собираетесь избавиться от ржавчины в ванной или туалете. Напиток эффективно борется с ржавчиной благодаря содержанию в составе ортофосфорной кислоты. Но не пугайтесь, эта кислота абсолютно безопасна для организма. Вред на вколе совсем другое. Сахар. В одной баночке содержится стопроцентная суточная норма потребления. Представьте, что за раз в ваш организм попадает 10 ложек сахара. Для организма это стресс. Печень сразу начинает перерабатывать этот сахар в жир. А мочегонные свойства кофеина моментально выведут колу вместе со всеми полезными веществами из организма. Поэтому не верь мифам о том, что кола может растворить гвоздь. Она просто вызовет у тебя сахарный диабет. Любимые шоколадные батончики типа сникерсы, баунти и прочее. Твои враги номер два. Представь. В одном батончике содержится целых 7 чайных ложек сладкой смерти. Выпил 10 ложек в коле, заел 7 ложками в батончике. Тут тебе точно обеспечено 100% ожирение и диабет. Если любишь сладкое, покупай сушеные финики, бананы и другие сухофрукты. Они полезнее конфет. Не верь рекламе, что батончики обогащают твой организм и дают энергию. Ты просто заработаешь авитаминоз, сахарный диабет, заболевания желудка, грибок, аллергию, кариес и разрушение зубов. Это не значит, что ты должен отказаться от них вообще. Просто не злоупотребляй, ешь их не чаще одного-двух раз в неделю. А вообще, лучше захвати бутер из дому, тогда ты точно не будешь голодным. Хотел бы быть супергероем? Или героем какой-нибудь игрушки? Например, как Андрей, который считает себя эльфом. Или как Юля, которая похожа на Халка. Или просто привлекать к себе внимание, как Кристина, которая из симпатичной девушки превратилась в героя ужастиков с накачанными губами, выращенными рогами и раздвоенным змеиным языком. Какими бы крутыми ни казались герои в кино, в жизни такой вариант не прокатит. Особенно в школе. Ты должен понимать, что на планете нет второго такого же человека, как ты. Маски тебе ни к чему. Ты индивидуален. Без рогов, пирсингов и разрезанных языков. Возьми на вооружение парочку крутых фишек из любимого кино, но не пытайся быть фриком. Ну а если желаешь быть изгоем, примени совет наоборот. Ботанов в школе не любят. Это все знают. Да, тебе надо хорошо учиться, но не будь выскочкой. Любимчиком учителя. Занудным всезнайкой. Иначе станешь чужим среди своих. Ставь перед собой цели и уверенно иди к ним. Но не забывай о друзьях. Делись знаниями. Общайся. Объясняй тем, кто что-то не понимает. Есть так называемый синдром отличника. Если ты подцепишь эту коварную болячку, она сильно подпортит тебе жизнь. Ты всегда будешь напрягаться, пытаясь вылезти из кожи вон, чтобы получить пятерку. Даже там, где это не нужно. А еще тебя станут недолюбливать. Выбор за тобой. Спешишь пополнить ряды взрослых? Пробуешь курить сигареты? Балуешься спиртным? Или не дай бог употребляешь наркотики? Тогда у нас для тебя печальная новость. У тебя есть все шансы так и не вкусить полноценной взрослой жизни. Ты думаешь, что вредные привычки повышают твой статус в глазах одноклассников? Вряд ли. Найди достойный способ выделиться из толпы. Стань лучше других, а не хуже. В раннем возрасте идет активное развитие твоего организма. И если ты стартанешь неправильно, в будущем это поставит на твоем здоровье жирный крест. Соблазн попробовать алкоголь может стоить тебе жизни. Алкогольный яд, попадая в молодой и неокрепший организм, мгновенно растворяется в крови и всасывается в головном мозге. Молодой организм не способен противостоять токсическим веществам, и в результате разрушаются внутренние органы, снижается уровень интеллекта вплоть до полной деградации личности. И если твоя цель закончить жизнь так, то дерзай. Тебя избегают потому, что у тебя кривые зубы или прыщи? Ты должен понимать, что почти все комплексуют из-за своей внешности. Кто-то больше, кто-то меньше. Ты такой не один, но не еди на поводу у своих комплексов. Есть проблема? Решай ее или смирись и научись комфортно снижить. Нестандартная внешность, кривые зубы, длинный нос, короткие ноги – все это твои природные особенности. Они не характеризуют тебя как личность. Это все можно исправить. Поставить бракеты, изменить прическу, чтобы скорректировать форму лица, заняться спортом, чтобы сбросить вес. Если тебя дразнят одноклассники, поговори со школьным психологом или родителями. Они помогут тебе принять себя и адекватно реагировать на критику. Главное – не прячь голову в песок. Ты же не страус. Не складываются отношения с одноклассниками? Они тебя бесят? Учись контролировать свои эмоции и справляться с гневом самостоятельно. Кстати, это очень крутой навык, которым владеют далеко не все взрослые. Держи дистанцию при общении и полный нейтралитет. Поверь, после пары попыток вывести тебя из себя им это надоест. И они найдут более успельчивую жертву. Кстати, возможно, у них в жизни есть серьезные проблемы. Поэтому в школе они выплескивают весь свой негатив на окружающих. Каждую свободную минуту втыкаешь в комп или мобилу, не замечаешь, что творится вокруг. Чувак, с этой зависимостью нужно бороться. Возвращайся в реальный мир. Тут интересно. Если все же тебя не оторвать от компа, то сиди за ним с пользой. Запишись на курс робототехники или разработки игр. Помимо увлекательного времяпрепровождения, ты сможешь в будущем зарабатывать на этом деньги. Запомни фразу «Найди любимое дело, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Так вот, это как раз то самое время, когда у тебя есть возможность понять, что тебе интересно в этом мире и кем ты хочешь стать в будущем. Не упусти его. Буллинг – бич 21 века. Но если ты думаешь, что троллить безобидных одноклассников, не способных дать отпор и бить их – это круто, ты ошибаешься. Поставь себя на место того, кого обижаешь. Знай, травмы, полученные в школе, оставляют отпечаток на всю жизнь. Ты же не монстр, способный испортить психику другому. В противном случае тебе не место среди адекватных людей. Кстати, буллинг часто становится причиной детского суицида. Готов довести кого-то до смерти? Тогда остановись. От буллинга страдает не только сама жертва, но и все окружающие его люди. Вспомните, сколько в последнее время появилось стрелков в школах. Десятки невинных людей могут стать жертвами твоей шалости. Пиши в комментариях, есть ли в твоем классе человек, которого все гнобят. А теперь ответ на вопрос, который мы задавали в начале видео. Почему самолет летит на полтора часа меньше из Америки в Европу, чем из Европы в Америку? Все дело в том, что путевая скорость самолета зависит от направления ветра. Чаще всего он дует с запада на восток, то есть, образно скажем, из Америки в Европу. Поэтому такие полеты с попутным ветром короче, чем с востока на запад, против направления ветра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова